МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для работников отрасли образования август месяц жаркий не только по причине высокой температуры воздуха. Несмотря на то, что в это время школьники еще на каникулах, в учреждениях образования кипит напряженная работа. Педагоги завершают последнее приготовление к новому учебному году. Делается все для того, чтобы 1 сентября в обновленных классах ребята с удвоенной энергией погрузились в мир знаний. В Мозырском районе в школах и детских садах практически все делали собственными силами. И уже к середине августа практически все учреждения получили паспорта готовности. Учитель-дефектолог Козинской средней школы Ольга Гавриловес утверждает, что ремонт своими силами никогда не вызывал трудностей. Тем более на помощь всегда приходят коллеги. А учитывая, что не привлекали специальные организации, сэкономили значительные финансовые средства. В результате смогли купить дополнительную литературу и специальное оборудование для коррекционной работы с учащимися. Мы сделали здесь капитальный ремонт, клеили, красили, покупали все, что было необходимо для строительства. Во-первых, это гораздо экономнее. Я имею в виду, что это делали не строители. А во-вторых, то, что мы запланировали, мы сделали так, как мы захотели. Для проведения ремонтных работ в учреждения привлекли около 45 миллионов рублей, пожертвованных родителями учащихся. К тому же в начале этого года на подготовку к первому сентября райисполком выделил 60 миллионов, которые в течение нескольких месяцев были освоены. Перед педагогами стояло единственное условие. Ремонт должен быть проведен только собственными силами. Научились шпаклевать, научились пилить, красить. То есть все у меня в коллективе, мои работники могут делать любые виды строительных работ. Это несложно. Дело в том, что коллектив очень дружный, поддерживают друг друга. И нет такого, что это мое, это твое. Если берутся за работу, делают сообщать, делают все вместе, помогают друг другу. Учителя Прудковской средней школы считают, что для того, чтобы летом упростить процесс подготовки, необходимо бережно относиться к учреждению в течение всего учебного года, с самого раннего возраста, приучать детей к порядку. В этом году в школе также все работы выполняли собственными силами, за исключением ремонта отопительной системы, где потребовалась помощь специалистов. Я своих людей туда просто не могу пустить. Почему? Потому что там должны работать специалисты. А остальное все мы сделали собственными силами. На сегодняшний день то, что сделано, это и подкрашены полы, и где-то мы обновили стены, стенды обновили, закупили по предписаниям оборудования. Это все за счет внебюджета и собственных сил. Широкий фронт работ развернулся и в дошкольных учреждениях образования. Для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание своих маленьких воспитанников, капитальный ремонт провели в Сосновском ясли-саду. Собственными силами здесь покрасили игровое и спортивное оборудование. Ярко оформили стены помещения. Разнообразили интересными скульптурами игровую зону. На выделенные спонсорской организации средства закупили и установили на окна жалюзи. Хочется отметить, что в этом году как никогда сделана огромная работа по подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году как своими силами, так и с помощью спонсорской помощи и также помощи родителей. Как свидетельствует практика, представители отрасли образования с пониманием относятся к требованию проводить ремонт в школах и детских садах собственными силами. И проявляя весь свой творческий потенциал и вдохновение, делают все, чтобы ребята каждый год, переступая 1 сентября школьный порог, чувствовали уют и комфорт. Каждый руководитель отнесся с ответственностью и серьезно. Был разработан план с указанием прямо по ежедневному виду работ и финансирование, которое они планировали привлечь. Здесь, конечно, в основном пошли средства наших спонсоров, шефских организаций, помогли немного нам родители. Ну и основная масса работы, конечно, легла на плечи технических и педагогических работников. За последние годы в каждой школе сформированы бригады, которые умеют и штукатурить, и красить, и ремонтировать, и мебель обновлять и так далее. Поэтому в этом году каждая школа просто на удивление показала, какие и дошкольные учреждения, какие виды работы они смогли делать своими силами. В Гумеле же на традиционном августовском совещании работников учреждений образования подвели окончательные итоги подготовительных работ к новому учебному году и обозначили приоритетное направление развития отрасли. Среди участников около тысячи педагогов и руководителей со всей области. Перед открытием конференции в холле общественно-культурного центра разместилась экспозиция интересных методических разработок. Среди презентованных проектов дистанционная подготовка к тестированию, обучающие игры, виртуальные экскурсии, путешествия по родному краю, авторы проектов, учителя практики, а главный мотив – использование информационных технологий в образовательном процессе. Ведь все, что связано с компьютером и интернетом, современному школьнику близко и понятно. Задача учителя – направить этот интерес в русло своего предмета и при этом не отстать самому. Так считает и учитель-математик, под руководством которого областная команда стала лучшей среди регионов на Республиканской предметной олимпиаде по математике. Самому себя приходится вкладывать много, потому что за своими учениками приходится иногда их догонять и расти для того, чтобы просто не выглядеть в их лице некомпетентным человеком. Поэтому самообразование огромное. Дополнительная литература, видеокурсы. Кстати, Гомерская область не первый год лидирует по результатам Республиканской олимпиады и занимает второе место по итогам централизованного тестирования. Кроме того, вдвое увеличилось количество абитуриентов, которые получили сертификаты с максимальной оценкой – 100 баллов. Если в прошлом году их было всего 15, в этом уже 35. В Гомельской области уровень образования учителей самый высокий по республике. Вам есть чем гордиться. И мы видим, какие здесь хорошие результаты, начиная от того, хотя бы как ваши ребята, представители ваши, какие результаты показывают на международном уровне. Это связано прежде всего с теми, кто работает, начиная от детского сада и заканчивая университетами. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник в своем обращении затронул актуальные проблемы и опозначил главные приоритеты в новом учебном году. Среди них повышение уровня качества образования, особенно в сельских школах, привлечение дополнительных средств для укрепления материальной базы, работа с неблагополучными семьями и другие задачи. А тех, кто уже преуспел в их исполнении, чествовали под аплодисменты коллег. К слову, среди награжденных начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Порошин за многолетний добросовестный труд. Ему вручена грамота Совета министров. Значительное внимание руководителями региона уделяется развитию сферы здравоохранения. В области строятся новые больницы, появляется современное оборудование. Один из недавних примеров – Мозырь, где в торжественной обстановке распахнула свои двери городская поликлиника номер 2. Это учреждение здравоохранения находилось на реконструкции с 2012 года. На проведение ремонтно-строительных работ из бюджета было выделено свыше 10 миллиардов рублей. Кроме того, приобретено медицинское оборудование на сумму около 800 миллионов из средств государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припесского полесья. Для жителей отдаленного микрорайона Заречный открытие городской поликлиники – событие долгожданное. В течение последних трех лет, пока шла реконструкция, они могли получить медицинскую помощь в здании местной школы. В нескольких классах находилось специальное оборудование. Однако, чтобы попасть на прием к специалистам узкого профиля, необходимо было отправляться в центр города. Особенно тяжело приходилось пожилым людям, для которых такие поездки в общественном транспорте были довольно частыми. Теперь получить всю необходимую помощь можно рядом с домом. Проведенный капитальный ремонт полностью изменил внешний вид поликлиники, начиная от стен помещений до появления нового современного оборудования. Доступность медицинской помощи, вышение качества обслуживания, создание принципиально новых условий как для пациентов, так и для медперсонала. Такие задачи стоят перед обновленным учреждением здравоохранения. Здесь предусмотрен прием врачами-терапевтами участковыми, врачом-педиатром участковым, врачом-хирургом, врачом-стоматологом и врачами-специалистами по графику. Кроме этого, предусмотрены и имеются все необходимые вспомогательные, так называемые, кабинеты для полноценного приема и оказания первичной медицинской помощи. В микрорайоне Заречный проживает более 5000 человек. Новое медучреждение рассчитано на прием 250 пациентов за смену. Местные власти надеются, что высокий профессионализм и внимательное отношение к каждому пациенту будут постоянным принципом в работе городской поликлиники номер 2. Надеемся, что этот объект будет востребован для наших жителей микрорайона Заречный и они будут удовлетворены медицинским обслуживанием. В Петриковском районе продолжается строительство горно-обогатительного комбината. Новое предприятие в будущем должно придать толчок развитию экономики всего региона. Именно здесь находится уникальный не только для Беларуси, но и для всего мира запасы калийных солей. Полесские полезные ископаемые обладают особым минералогическим составом. Подготовку к разработке месторождения калийных солей ведет открытое акционерное общество «Беларусь-калий». Менее года назад на этом месте в нескольких километрах от Петрикова находилась пустошь. После того, как в августе прошлого года здесь был заложен первый камень, начались масштабные работы по созданию нового предприятия. В настоящий момент этими работами занимается отрез шахта «Спецстрой». Это специализированная организация проходческая, которая работала у нас на Краснослободском руднике и на Березовском руднике. Кроме шахта «Спецстрой» здесь задействованы организации «Посад», «Сельэнергомонтаж» и «Жилдорстрой». Также привлечена Петриковская организация ДРСУ-112. Уже завершено строительство двух подъездных дорог, электроподстанции и нескольких жилых домов, где проживают строители. В перспективе новые квартиры заселят работники горно-обогатительного комбината. На данный момент проходят работы подготовительного периода. Завершена вертикалка полностью на 63 гектарах площадки и ведутся работы для подготовки к вскрытию стволов вертикальным способом. Построен рассолопровод, деланы галереи, пробурены скважины. Вскрытие месторождения будет произведено двумя шахтными стволами, диаметр каждого 8 метров. Для подготовки их к прохождению в недры земли сейчас ведется возведение временных зданий и сооружений. Глубина ствола, предназначенного для спуска в шахту крупногабаритных грузов и подъема из КПМ их составит 800 метров, а для спуска горняков и необходимого оборудования 725. До глубины в 275 метров проходка стволов будет осуществляться спецспособом замораживания пород. После монтажа данных конструкций планируется ввести заморозку нашей породы для того, чтобы мы могли осуществить проходку стволов. заморозка планируется у нас начаться где-то в начале следующего года, ну и по достижению необходимых значений мы можем приступать к проходке стволов. На Петриковском горнообогатительном комбинате будет создано около 3000 рабочих мест. Планируется, что первую линию запустят в декабре 2019 года. Полностью на проектную мощность предприятия выйдет в 2021-м. Примерный объем продукции около 7 миллионов тонн в год. С целью так сказать незанятости земли здесь на данной площадке будет построено только промышленные здания и сооружения. Все остальные вспомогательные цеха, такие как ремонтомеханический цех, ремонтостроительный цех, автотранспортный цех и другие вспомогательные цеха у нас будут расположены на территории бывшего керамзитового завода, который мы выкупили и уже реконструируем для этих целей. По расчетам специалистов полезких, полезных ископаемых хватит на 90 лет работы горнообогатительного комбината. Предприятие даст новый толчок к развитию Петриковщины. Местные жители мечтают о том, что через несколько лет район станет в один ряд с такими промышленными центрами области, как Мозырь и Жлобин. Уже скоро начнется новая веха в истории Полесского края, и полешуки ее ждут с нетерпением. Пока строители трудятся над возведением величественного промышленного объекта, школьники Житковичского района также не сидят на месте. На территории Мохоровского сельского совета начиная с середины июля ребята работали на зернотоке в Ксуп Белев. Для самого хозяйства это немалая помощь в такую трудную и напряженную пору, как уборочная компания. Работаю добросовестно, работы мои вроде бы выполняю, даже можно сказать на отлично, но так, в целом, их на работу меня удовлетворяет. На протяжении лета в хозяйстве трудилось 37 человек. Ребята утверждают, что время проводят здесь не зря. Во-первых, это приобретение навыков, которые никогда не помешают в сельской жизни. А во-вторых, возможность неплохо заработать к началу нового учебного года. К тому же школьники получили свои первые трудовые книжки. Дети приходят сами, даже маленькие, которых мы не берем, но мы берем с 14 лет. С 14 до 16 лет мы оформляем с ними трудовой договор, родители пишут заявление о том, что они разрешают работать детям на зернотоку. С 16 до 18 лет они работают 35 часов и уже сами пишут заявление о приеме на работу и трудовой договор. Все прошли детские комиссию, все способны работать, вы же сами видели, работают и стараются и уже многие не первый год работают. Всем выписаны трудовые книжки, стаж будет, все включено. Подобная практика привлечения к работам школьников в КСУП Белев существует уже давно. В основном здесь трудятся местные жители. Многие из ребят на зернотоке не впервые. Комфортные условия для работы и возможность неплохо заработать привлекают их сюда вновь и вновь. Я уже третий год здесь для меня это место ориентируется тем, что можно провести свободное время и в то время заработать в летний период. Немало среди этого трудового школьного десанта можно встретить и девушек. Несмотря на все сложности, связанные в основном с жаркой погодой, они наравне с юношами выполняют все поставленные задачи. Уже привычно здесь, я не знаю, у нас начальник как бы и дает отдыхи, конечно же. Мы не всегда на солнце в такую жару работаем. Если сильно жарко, мы отдыхаем там в тенечке. Благодаря своему труду и упорству ребята могли заработать до 3 миллионов рублей. Все зависело от объема проделанной работы. К тому же, для того, чтобы мотивировать их трудиться еще более усердно, руководство КСУП Белев ввело дополнительное материальное поощрение. Проявить себя на работе. Это и выходы. У нас же здесь не добровольный получается приход. Хочешь работай, хочешь не работай. Но кто наиболее отличится? Тех в первом сентябре премиюрует. В хозяйстве отмечают, школьники старательно выполняют все поставленные задачи. Каждый из них переполнен чувством гордости от того, что смог самостоятельно заработать деньги и тем самым оказать дополнительную помощь своим родителям. Однако главная задача, которую ставят организаторы подобных школьных лагерей воспитанию подростков трудолюбия. Я считаю, что для деревни это основное. Детей надо приучать с детства к работе. К работе не только дома, но и общественной работе. Помощь колхозу. Белевская средняя школа всегда славилась тем, что школа всегда сотрудничала с хозяйством. Она выращивалась сахарную свеклу в 90-е годы, картошку пропалывали. И ежегодно в летний период дети стремились и родители стремились отдать детей на зерноток, чтобы они заработали для себя денег к началу учебного года, чтобы они почувствовали вкус труда и вкус денег, что это ихние деньги. Белорусское Полесье. Край бесконечно живописный и колоритный. Он неспроста славится своей первозданной природой. Нетронутые поймы рек, уникальные леса и дубравы, низинные болота, где нашли свое пристанище редкие и исчезающие виды растений и животных. Именно в этих непередаваемо прекрасных природных пейзажах и расположилась главная жемчужина Полесья – Национальный парк Припятский. Он величественно раскинулся на территории сразу трех районов Гомельской области – Житковичского, Лельческого и Петриковского. Административный центр парка находится в агрогородке Лясковичи. Как вы знаете, основная цель общесоздания Национального парка Припятский – это сохранение уникальных природных комплексов, какими у нас на территории являются это болотные массивы и поймены ну не из тоже ценных растительных сообществ – это поймены Дубравы. Как и раньше, сейчас проводится детальный надзор за состоянием этих именно экосистем, а также их охрана. Богатое природное наследие Национального парка Припятский привлекает сюда немало туристов. Для них здесь созданы все условия для полноценного и комфортного отдыха. Расположен ряд современных гостиничных объектов широким перечнем различных туруслуг. К слову, радушие и гостеприимство – одна из характерных черт жителей Полесья. Они всегда рады встретить в своих краях гостей и оказать им подобающий прием. У нас получается сеть комплексов туристических. Это у нас гостиница над Припятью, гостиница Туров, плюс расположенная в городе Туров. Это Дорошевичий комплекс, Старушки, Хлупинская Будда. То есть различаются по цене, то есть каждый может выбрать более бюджетный вариант или более такой престижный, комфортабельный. Предлагаются ряд различных туристических услуг. Основным спросом, конечно, пользу туристов это у нас рыбалка и охота. В этом году планируем закупать байдарки, то есть сплавы по реке планируем делать. То есть развивать дальше именно туристическую сферу предоставления услуг. В своих обрядах и песнях полешуки воплощают трепетное почитание величественной и неповторимой красоты белорусского полесья. Одно из перспективных туристических направлений и одновременно своеобразный фрагмент уникальной летописи самобытной жизни фестиваль этнокультурных традиций Зов Полесья, который традиционно проводится в агрогородке Лясковичи. В 2014 году фестиваль получил статус международного. Зов Полесья настоящий праздник для самих полешуков и туристов со всего мира, которые здесь знакомятся с самобытной народной культурой. «Корректор А.Семкин» «Корректор А.Семкин» «Корректор А.Семкин» В программе фестиваля концертные выступления творческих коллективов, ярмарка ремесел, конкурсы региональных подворий и национальной кухни – все то, что отражает природу, быт и культу Белоусского Полесья. Фестиваль здесь рассматривают как основу, которая с каждым годом будет обрастать новыми идеями и, безусловно, развиваться, чтобы сюда вновь захотелось вернуться. В этом году в государственной программе развития особоохранения природных территорий запланировано такое мероприятие, как строительство музея под открытым небом в нашем национальном парке. В настоящий момент ведутся проектные работы и планируется на месте проведения фестиваля этнографического нашего «Зов Полесья» расширить эту площадку и на этой площади сделать более расширенную экспозицию народных промыслов, представленных на Белорусском Полесье, традиционных. Сюда здесь будут включены гончарные отделы, лозоплетение, изготовление лодок, бортничество. Пока одни интересные проекты, рассчитанные на привлечение массового туриста на территории агрогородка Лясковичи, находятся в стадии разработки, другие уже нашли свое идейное воплощение. К примеру, Музей природы, расположившийся в оригинальном по своему архитектурному строению здании. Он был открыт в 2012 году во время проведения фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Главная задача музея – знакомить гостей с историко-археологическим и культурным наследием, особенностями быта местного населения и богатейшей природой Припятского Полесья. Залы культурного учреждения перенесут вас во времена первобытных охотников, позволят окунуться в повседневную жизнь простой полесьской семьи, познакомят с уникальным разнообразием флоры и фауны Национального парка «Припятский». Все экспонаты, представленные в музее, выглядят настолько реалистичными, что, кажется, на время оказываешься настоящим очевидцем всех отраженных здесь событий и моментов из жизни полешуков. Наш музей рассказывает о традициях жизни Полесья. Сам по себе музей очень уникален, потому что Полесья само по себе уникальна. Мы пытались воссоздать природу белорусского Полесья. Изюминкой нашего музея является зал природы, где представлены всевозможные различные животные нашего края, птицы, уникальный рыбный состав. Трудолюбие и упорство, как известно, синонимы успеха в любой профессии. Представителям туристического бизнеса для продвижения своих идей необходим особый взгляд на вещи, богатый жизненный опыт и, конечно, творческий потенциал. Правильное сочетание всех этих качеств позволяет оставаться на плаву и держать курс в нужном для развития направлении. Агрогородок Лясковичи, как и в целом Национальный парк «Припятский» с каждым годом привлекает все большее количество туристов. Для многих этот живописный уголок Полесья становится излюбленным местом отдыха на все последующие годы. Он привлекает своей первозданной красотой, удивительными лесными пейзажами, зеркальной чистотой величественной реки Припять. Здесь живут простые и искренние люди. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Редактор субтитров А.Семкин